Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. Я надеюсь, что для вас в радость было наблюдать за нашими гостями и за нами на протяжении нашего эфира. Но прямо сейчас мы приготовили для вас также не менее интересных гостей, которые расскажут вам о том, что книга, друзья, это лучший друг человека. Продолжение следует... 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 Сейчас новые книги, они очень в таком красивом оформлении. Это привлекает читателя намного. Может быть... Я не знаю, но мне кажется, что нет. Потому что, допустим, я читаю только традиционные книги. Это... Не знаю. Ну вот, смотрите, шелест страниц. С одной стороны, это хорошо и плохо. Ночью, когда все спят, хочется потише немножко, чтобы никому не мешать. С другой стороны, сейчас, по мнению психологов, красивое оформление отталкивает наоборот людей. Как говорят, важно не то, что снаружи, а то, что внутри. В-третьих, электронную книгу можно читать ночью, без света особого какого-то. Плюс, удобный поиск страницы, удобный поиск абзаца, который вы прочитали. Закладки электронные также оставляются. Плюс, не нужно ходить за ней куда-то далеко, по морозам, которые сейчас в Кустанайе ударили. Ну вот, я считаю так. Ну, вы знаете, может быть, я спорю ваше мнение, потому что все-таки традиционная книга, она... Ну я, как сказать, что-то растерялась. Традиционная книга, я вам скажу, нет ощущения лучше, чем трогать ее и осознавать то, что... Не только, вот вы говорите, что сейчас обложка красивая внутри там. Нет, не только книги пользуются новые там, или которые уже были в фонде. Они чем хороши, не все могут пользоваться этой электронной книгой. Не все могут пользоваться, потому что сейчас мы в основном молодежь. Есть, конечно, люди постарше, которые пытаются, но это не всем доступно, можно сказать. Хотя в библиотеке можно прийти, послушать это, ну, узнать что-то. Но традиционную книгу ее можно читать любое время, там, в дорогу взять. Я думаю, что она удобная. Точно. Также в библиотеке прочитать или взять домой. Менің ойымша, ал менің ойымша, бұл колымызға алыпы жүрген китамыз, ешқашан сәнен шықпайты. Ол өткен қасырда да сәнен шықпайты, менің де бұрын алдағы қасырда да сәнен шықпайты. Ал, қазіргі электрондық китапша болсын, аудио китапша, әрине, ол дамыған заманының куәгерлері, сәнен шықпайты. Бұл өткен қасырда да сәнен шықпайты. Алло, қайырладан. өткен қасырды. Өлкен қасырда бұры. Өлкен қасырда алып, Ӈсгедведі бұрын háуған. Өлдім ұл қайую бұрындар. Өлген қасырдың қордыңもの ол. Элкен қынан тарынмен әрсіп, бұрын еұл елден бұрын хрі túра дардақ тылы 때 жарда. Ирина, а ваша самая любимая книга какая? Спасибо вам большое за звонок. Кстати, Айдана, у тебя какая любимая книга? Спасибо. Спасибо. Ну и научную фантастику можно почитать. Во всяком случае, вам большое спасибо, что пришли, что поделились своим мнением, рассказали о том, что у нас действительно есть инновационные книги, не только привычные уже стали, которые аудиокниги, но и говорящие книги. И с Новым годом вас и всех остальных телезрителей мы также поздравляем, и вас в том числе. Дорогие друзья, прямо сейчас музыкальная пауза, не переключайтесь и оставайтесь с нами. Далее мы продолжим наш эфир.